Здравствуйте! Тема нашего урока — цитоплазматическая наследственность. Хромосомная теория наследственности установила ведущую роль ядра и содержащихся в нем хромосом в явлениях наследования. Однако на самых ранних этапах развития генетики стало очевидным, что наследование некоторых признаков связано с нехромосомными компонентами клетки и не подчиняется законам Менделя, основанным на распределении хромосом во время миозы. То есть когда материальной основой наследования являются элементы или компоненты цитоплазмы, такой тип наследования называют цитоплазматическим. Сегодня мы с вами поговорим о митохондриальном и пластидном наследовании. Как вы уже знаете, собственную ДНК имеют митохондрии и пластида, благодаря чему они способны к самовоспроизведению. Если клетка по какой-то причине утрачивает эти органеллы, то есть митохондрии и пластиды, то восстановить она уже их не сможет, несмотря на сохранившееся ядро. И давайте это рассмотрим на примере и в Гленной Зеленой. Обычно в клетке и в Гленной находится около ста хлоропластов. Однако, как вы знаете, в темноте и в Гленной переходят к гетеротрофному питанию, и ее пластиды не размножаются, хотя сама и в Гленной продолжает делиться. Через несколько поколений в условиях нехватки света появляются особи, которым не хватило хлоропластов. У потомков этой в Гленной никогда не будет этих органоидов. В этом примере речь идет о пластидном наследовании. О первых фактах пластидного наследования сообщили еще на заре развития генетики, а именно в 1908-1909 году независимы друг от друга Коренс и Бауэр. Они исследовали наследование пестролистности у растений ночной красавицы и пришли к выводу, что этот признак наследуется через цитоплазму. В последующие годы подобные наблюдения были сделаны и на других объектах. Все неправильно истолковывались как цитоплазматическая наследственность, но тем не менее долгое время считали их примерами простого отклонения от законов Менделя. Характерная черта цитоплазматической наследственности – это наследование по материнской линии. Действительно, и митохондрии, и пластиды в большом количестве содержатся в яйцеклетке, поскольку там еще много цитоплазмы. А в сперматозоидах обычно этих органоидов нет, и цитоплазмы там гораздо меньше. Тем не менее, здесь нужно отметить, что в сперматозоидах все же присутствуют митохондрии, поскольку они обеспечивают движение этих сперматозоидов. Но при слиянии сперматозоид с яйцеклеткой в яйцеклетку попадает только ядро, содержащее генетический материал. Метахондрии туда, естественно, не попадают. Поэтому в образовавшейся зиготе находятся и митохондрии, и пластиды от материнского организма. Это было подтверждено в экспериментах с лабораторными животными двух линий, содержащих разные по типу митохондриальная ДНК. При скрещивании лабораторных животных, содержащих митохондриальную ДНК типа А, с лабораторными животными, содержащих митохондриальную ДНК типа В, потомство получает митохондриальную ДНК только от материнского организма. Точно так же, если проследить распределение различных последовательностей метахондриальной ДНК в больших семьях у человека, можно сказать, что в данном случае метахондриальная ДНК также наследуется по материнской линии. Давайте теперь поговорим о взаимодействии хромосомной и нехромосомной наследственности. Показано, что хромосомная и нехромосомная наследственность могут взаимодействовать, приводя к более сложным случаям наследования. Например, большинство белков метахондрии закодировано в ядерных генах и наследуется по правилам Менделя. А меньшая часть белков метахондрии закодирована как раз в генах ДНК самих метахондрий и наследуется только по материнской линии. В метахондриях обнаружены гены ферментов клеточного дыхания, а также гены, которые обуславливают устойчивость к некоторым неблагоприятным факторам. Таким образом, мы с вами рассмотрели метахондриальные и пластидные наследования. А давайте теперь рассмотрим другие случаи цитоплазматического наследования. В цитоплазме бактерий имеются плазмиды, кольцевые ДНК, располагающиеся отдельно от основной ДНК бактериальной клетки. В клетках эукариот, например, дрожжей, также обнаруживается молекула ДНК, которые могут обеспечить устойчивость дрожжей токсическим веществам. Все это примеры цитоплазматического наследования. Таким образом, сегодня мы с вами рассмотрели цитоплазматическое наследование. А на этом наш урок закончен. Все вам доброго. До свидания.